По четвергам и воскресеньям в районе 6-й школы разворачивается муниципальная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представляют 40 кубанских предпринимателей. Среди них двое новичков. Администрация города постоянно работает над привлечением производителей. И это взаимовыгодное сотрудничество. Я безумно благодарен администрации района за организацию, именно правильную организацию этих ярмарок, что ярмарки работают именно непосредственно 6 дней в неделю. Как производитель мне позволяет легко организовать непосредственно маршрут, составить для себя. И реализация моей продукции здесь предоставлена, ну практически можно сказать, во всем городе. В течение месяца на привозах Анапы работает и индивидуальный предприниматель Николай Лазарев. Молоко с его фермой и продукцию из цеха анапчане знают и любят. Сколько вы уже на ярмарках представлены? По времени? Да. Уже месяц. И как за месяц? От первого продажи молока и, допустим, сегодня, на сколько увеличивают? Первый раз сколько продали здесь молока? От 50 литров до 300. 300 уже продаете? Да. Шесть раз увеличились продажи, с первого дня за месяц нарастили объем продажи шесть раз. Теперь у нас ищут в других ярмарках, кто в городе брал, ищут, где мы будем, уже записывают, где мы будем, какой день. Приезжают, берут. А анапчане действительно довольны возможностью купить натуральную кубанскую продукцию по ценам производителей. Все, с кем мы говорили в этот день, делают только одно существенное замечание – площадка, на которой располагаются торговые ряды, нуждается в ремонте. А там вот немножко, вот, конечно, вот до сюда, вот сейчас повернемся, поедем назад. Там, конечно, будут тарахтеть все. Я каждый раз прихожу, покупаю тут. И в четверг, вот сейчас в воскресенье проду зеленых помидор наберу на кубанский салат, красный перец возьму на закатку, все беру здесь. В ближайших планах администрации исправить эту ситуацию. По поручению исполняющего обязанности главы города Полякова Юрия Федоровича, нами сейчас рассматривается вопрос по благоустройству площадки ярмарочной на территории, в районе 6-й школы, на которой мы сейчас находимся. Много обращений идет к нему по покрытию на этой ярмарке, то, что людям неудобно ходить. И здесь в ближайшее время будет рассмотрен вопрос и реализовано покрытие в бетонном исполнении для удобства наших жителей и гостей города. Продолжение следует...